приветствую каждого зрителя на моем youtube канале в этом видео я хотел бы с вами поговорить о таком понятии как родовой дар что это такое как я вижу этот так скажем феномен либо это событие в жизни людей да почему он возникает почему именно он передается по крови и какие могут быть последствия при принятии родового дара на мне периодически пишут люди в контакте либо я с кем-то вступаю в диалог да мы обсуждаем какие-то эзотерические моменты и люди не часто но бывает что делится какими-то рассказами о своем роде что бабушка была сильная что она занималась целительством что дедушка либо прадед где-то что-то подколдовал под занимался какой-то магией тоже исцелял обычно где целительство тому магия какие-то ритуалы и в целом это все рядышком идет часто люди говорят что перешел до род бабушки но человек его не развивает да но в основном если брать этих людей то у них есть какие-то проблемы на на тонком плане да это либо плохой сон какие-то панические атаки это в целом неуравновешенная психика порой раздерганность какая-то да то есть прям виден явные проблем видны явные проблемы видны проблемы виде под каких-то подселений и прочего и почему же так все происходит почему же проводятся такие параллели конечно людей этих тянет в магию в какие-то подобные занять в какое-то целительство но они просто воспринимают родовой дар как какое-то благо но на самом деле на мой взгляд как я вижу ситуацию делюсь с вами это неблаго и сейчас я вам объясню почему что же такое родовой дар на мой взгляд это набор определенных сущностей тонкого плана с которыми взаимодействовала бабушка либо взаимодействовал дедушка которые имеют привязку к роду человека по крови то есть они когда-то заключили договор с этой женщиной либо с конкретным мужчиной да с рода на определенных условиях что они будут помогать человеку достигать каких-то своих целей но при этом они могут внутри рода переходить от одного члена к другому да так скажем это были определенные условия может быть они даже не были оговорены но так и есть часто и вот этот человек целитель эта бабушка до чья-то либо дедушка она занимается целительствует сущности духе возможно даже без помогаете в каких-то делах где-то что-то подколдовать кого-то исцелять до решать какие-то проблемы в обмен они получают какую-то энергию либо с рода с тех кому кто к ней обращается за исцелением в общем всем хорошо такой симбиоз бабушка там что-то выполняет и им хорошо где-то конечно не доставляет дискомфорт порой заставляют ее работать это происходит таким образом обычно что прям у нее либо у конкретного человека может быть такое знаете ощущение что прям вот как будто внутри ком энергии его хочется кому-то отдать и провести какой-то обряд ритуал у чернушников часто у определенных людей кто занимается темной магией они подселяют себе каких-то сущей бесов да с ними взаимодействует они живут в их структурах когда они долго не работают без их начинают прям толкать к тому чтобы они совершали какие-то обряды и вот они когда совершать какой-то обряд чернушный делать кому-то порчу они получают своего рода какую-то прям эйфорию и поэтому это называется у них в обиходе бесы крутят и вот она сделала порчу она уже не хочет ее делать но ее как бы заставляют подталкивают у нее все мысли об ней то есть это уже подсел тоже перехват управлением и она совершает какую-то какое-то действие и вот потом ходит и кайфует и часто почему чернушники начинают заниматься очень плохими делами просто уже совсем они себя на потеряли в результате своих обрядов разного рода сущие которые полностью перехватили управление ими и они через ее структуры просто все делают просто конкретные парчики жесткие прям очень много гадят но конечно же отвечать за это все будет человек который полез туда не совладал собой теперь несет полную ответственность но какую-то долю обратки получит и они когда придет время так скажем она может прийти через неделю может прийти через 20 воплощений да но это я отошел от темы в общем вот есть конкретный какой-то набор сущности с кем договора с которыми работает бабушка бабушка уходит на на тот свет у у сущности есть возможность перейти к другому члену они видят более ресурсного и переходит к другому члену по роду по крови да по родовой вот этой сетки и конкретно девочки начинается появляться начинают появляться какие-то способности к ясновидению какие-то вещи сны она может положить на кого-то руку и там у человека наступает исцеление его таким образом проявляется дар да вот и в там кто-то говорит и мне начинаются такие сны какие-то приходить конкретно и и начинать прям подталкивать к работе то есть могут прям слова говорится что тебе перешел дар от бабушки ты должна исцелять должна целить то есть такое своеобразное принуждение виде воздействия на психику на ментальный план на ее астральное тело вот есть когда людям промывают мозги через телевизор транслируя не те же картинки до человек смотрит начинает верить во что-то и тут та же самая технология идет воздействие на психику только изнутри и вот это все навязывается навязывается она начинает верить могут создаваться какие-то даже ситуации что в жизни что-то идет не так когда она это не делает то есть начинают подталкивать чтобы она работала на цель конечно же это просто еда этим сущим нужно питаться нужно на ком-то паразитировать у у человека могут быть проблемы со здоровьем после получения этого дара почему они наступают потому что когда человек которому перешел родовой дар начинает работать с кем-то эти сущие да без вопросов они там как-то помогают но образуются каналы по которым он они подъедают энергии других людей с кем взаимодействует кого в кавычках исцеляет этот человек до целитель которому перешел родовой дар а когда она не работает сущим надо питаться и они едят ее и поэтому у него ухудшается здоровье у него проблемы и прочее и человек часто просто чтобы выжить принимает это начинает работать вот так у чернушников еще если допустим бабушка была какой-то либо дедушка были темной колдуне либо темным колдуном есть такое понятие как передавать дар так скажем в кавычках да но опять же это просто набор сущей сущие там и какой-то объясни в основе своей через какой-то предмет то есть девочка маленькая заходит бабушка лежит это при смерти она не может уйти потому что эти там вот эта вся компания с кем она работала крутятся вертятся им нужно по-любому как-то перейти кому-то если примеру это так скажем нет договора на переход по роду на автоматически когда человек умирает есть такие и вот происходит происходит передача через какой-то предмет примеру на она подходит и ну девочка маленькая либо парень до к бабушке который лежит вот там на смертном одре возьми это яблоко вот девочка берет а на тонком плане это яблоко имеет другой вид это яблоко сверху которого вот такой вот договор а может быть много даже этих договоров если ты берешь что его заключаешь это я продолжение видео про договора заключаешь договора с этими сущами без разницы что ребенок маленький которому пять лет может быть десять там три года если ребенок взял это яблоко либо веник либо там сто рублей там не знаю все эти сущи переходят к нему на тонком плане договор заключен и без разницы что человек не осознан и это вот колдунья до либо ну вот это бабушка передала свой в кавычках дар ребенку и спокойно уходит на тот свет но спокойно не спокойно так не сказать но в общем без каких-либо трудностей уходит умирая да так скажем и дар передается это еще одна из форм что имеет на тонком плане что она подразумевает себя вот передача родового дара это заключение договора это заключение договора про который я говорил в прошлом видео про договора и все опять как сказал человек по имени дмитрий на тонком плане чистая юриспруденция договор заключен сущ перешли и человек со временем тот которым перешли начинает как-то приколдовать его начинает толкать к этому всему начинают портить ему жизнь заставлять где-то и прочее и хочу вам еще сказать что шаманы там же тоже все породы передается и там та же самая система абсолютно у человека есть свобода воли его никто не может ни к чему принудить и заставить без его разрешения согласия либо договора если кто-то влияет на человека к примеру на шамана крутит его заставляет его работать и шаманить это нарушение свободы воли человека а свободу воли свобода воли на нам дана по закону этого мира да если они крутят этого шамана до либо человека кого-то у них есть на это право а право это мог дать только человек другой момент что человек мог дать это право не осознанно но это уже 3 3 пункт да но у нас же тут не простая игра в которую мы играем от легких путей не бывает все вот так вот примерно как я и рассказываю вот поэтому будьте аккуратней не всегда родовой дар это благо все способности есть в каждом из нас просто нужно их раскрыть кому-то на раскрытие понадобится год а кому-то 10 лет но всегда будет результат просто кто-то допустим занимался саморазвитием 50 воплощения кто-то одной поэтому кому-то будет все легче доставаться кому-то все медленнее но все мы можем сами все энергии все все раскрытие происходит изнутри до нас так и хочется когда ты начинаешь устанавливать себя все больше и больше себя вглубь погружаться потому что ты знаешь что там без нас что там мощь там просто такое что может смести все и вот эти вот силы которые предлагают какие-то потоки какие-то услуги не просто песчинки по сравнению с тем что есть внутри нас в людях поэтому они лезут к людям с какой-то целью как-то заключить договор как-то вот присосаться подсмотреть что вот ну в целом это вся информация что которые хотели рассказать по родовому дару благодарю каждого зрителя кто смотрел желаю вам каждому зрителю так попрошу вас поставить лайк подписаться на канал такая просьба будет хочет что больше видео смотрела чем больше подписчиков лайков как-то видео будет больше продвигаться в так скажем но в сети интернет я в целом на мой взгляд нанесу какого-то деструктива своих рассказах я делюсь набор такими своими знаниями какой-то информация думаю она будет полезна для многих благодарю каждого кто смотрел это видео желаю вам мощного духовного роста раскрытия себя вспомнить себя настоящего вспомнить кто вы есть услышать почувствовать свою душу узнать свою истинную суть желаю желаю вам блага любви гармонии самим собой баланса внутри себя всего вам доброго